Андрей Новичков Андрей Новичков Андрею выделили государственного защитника на суде, но он, по словам дипломата, никак не отстоит интереса украинца в Иране. Секретарь МИДа посоветовал нанять частного адвоката. Ему нужно было заплатить 7 тысяч долларов, что и было сделано, но результатов не принесло. Долгих 7 месяцев провел в тюрьме Тегерана одесский моряк Андрей Новичков. Когда обвинения начали распадаться на глазах, но одесского моряка из тюрьмы так и не отпустили, стало понятным, что у иранской стороны, организовавшей этот процесс, имеется какой-то свой мотив держать за стенках украинского моряка. Очень скоро он выяснился. В Харькове за шпионаж был задержан гражданин Ирана Али Джедуэль. Дело приобрело исключительно политический характер. Иранская сторона требовала обменять своего гражданина на нашего соотечественника. Куда только не обращалась за эти 7 месяцев Елена Вероновская. Писала и в международные организации, связанные с защитой прав моряков и прав человека, верховному комиссару ООН, в Международную хельсинскую ассоциацию, в Международную федерацию по правам человека, в Международную морскую организацию, в Международную федерацию транспортных рабочих АТФ. Была на приеме у первого заместителя министра иностранных дел, в приемной президента Украины, в приемной омбудсмена. Ее переписка с посольством Украины в Иране представляет собой увесистую папку. Но результата, увы, не было. Из официальных инстанций в ответ приходили одни отписки. И тогда Елена Николаевна решила обратиться за помощью, как в последнюю инстанцию, на прием к народному депутату Украины Сергею Кивалову. Я обратилась к Сергею Васильевичу, подала пакет документов. Сергей Васильевич, ознакомившись с документами, будучи сейчас в Одессе, решил пригласить меня на прием, чтобы я ему изложила. Он пообещал, что он со своей стороны. И я надеюсь, что вот его мастерство дипломата и юриста даст возможность закончить дело. И так как он говорил мне, что будем встречать вашего внука в аэропорту по возвращению. Я на это надеюсь. Данную проблему Сергей Кивалов сразу же взял под личный контроль. Дело сдвинулось с мертвой точки. Парламентарий направил несколько депутатских запросов в Министерство иностранных дел и обратился в Генеральную прокуратуру, чтобы на наивысшем уровне разобраться в ситуации с задержанным иранцем Алиджи Дуэлем, которого Иран требовал обменять на Андрея Новичкова. Также состоялись две личные встречи с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Украины в Иране Мохаммадом Бехешти Манфаредом. В результате Андрей Новичков был освобожден из тюрьмы Эйвин и взят на поруки консула украинского посольства. К спасению украинского гражданина также подключилась народный депутат, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко. Поддерживали Андрея Новичкова и тысячи одесситов, которые на протяжении всего этого времени выходили на многочисленные акции, чтобы спасти одесского моряка. Еще в середине мая с такими призывами к украинским властям и дипломатам сотни неравнодушных граждан вышли в Кировский сквер. К лошмобам они постарались привлечь внимание к судьбе украинского моряка и заодно собрали подписи к петиции на сайте президента. Нам надо собрать 25 тысяч подписей, поэтому собрали неравнодушные ребята и ищем, чтобы собрать этих 25 тысяч подписей. Вот этот сайт и неравнодушные друзья присоединятся, он бесплатный и ничего не нужно, только свое сочувствие и согласие подписи подписать. Я была приемной президентом Министерства иностранных дел, у омбудсмена, у посла Ирана, пишу, у меня целая папка документов, запросов и ответов. И это ответы все никак. Единственное мы рассчитываем на депутата Верховного Совета Кивалова, который, заключив договор с посольством Ирана, организовал свою группу поддержки из шести человек депутатов Верховного Совета. Они выступают с трибуны, что незаконно задержаны украинцы. На флешмоб пришли друзья Андрея и те, кто с ним не знаком. Поддержали акцию студенты Одесской юрокадемии Международного гуманитарного университета, молодежная организация «Будущее Малиновского района», платформа «Будущее» и представители молодежной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова. Андрей задержан в Иране. И в данном случае светские законы, то есть законы европейские, не действуют. В Иране действуют религиозное право и законы шариата. Согласно законам шариата произошла смерть мусульманина. И в данном случае вступает в силу закон о кисосе, то есть о воздаянии равным за равное. Он означает, что если умер мусульманин, за это кто-то должен ответить. Молодежная платформа «Будущее» совместно с студсоветом юридической академии, совместно с молодежной организацией Украинской морской партии Сергея Кивалова, организацией «Будущее Малиновского района» и ряд еще молодежных организаций, мы решили присоединиться к этой акции, потому что нам сегодня, и особенно молодежи сегодня, небезразлична судьба Андрея. Потому что Андрей – это одессит, Андрей – это гражданин Украины, и мы должны сегодня делать все для того, чтобы он был на свободе. Сегодня, на сегодняшний день уже с Сергеем Киваловым, народным депутатом, сделаны запросы для того, чтобы, и сделаны уже шаги для того, чтобы, скажем так, максимально приблизить момент, когда Андрей вернется сегодня в Одессу. Тем временем вопрос приобретал всеукраинский резонанс. Эта проблема громко прозвучала в стенах Верховной Рады на брифинге, в котором приняли участие Сергей Кивалов и бабушка пленного моряка Елена Вероновская. Я имею связь с МИДом Украины, звоню каждый раз второму секретарю, спрашиваю за Ячковского. На сию минуту юридическое доказательство вины моего внука есть? Нет, мне отвечают. Юридического доказательства нет. Обращаюсь во многих инстанций. У меня пакет документов 143 листа, куда я обращалась. Я ездила на личный прием к президенту, но принимал его помощник. Я ездила на прием к Клинке, но тоже принимал помощник. К амбудсмену. Все то, что мы обращаемся, они отписывают, что рассмотрев данный вопрос, мы отправили в МИД для рассмотрения. МИД один этот решить вопрос не может. Когда остро стал вопрос о месте проживания Андрея, так как судовладелец отказался оплачивать его пребывание в одной из гостиниц Тегерана, по ходатайству Сергея Кивалова была решена и эта проблема. Украинский моряк проживал в домах украинской диаспоры в Иране. Несмотря на имеющиеся показания экипажа судна невиновности и непричастности одесситок к произошедшей трагедии, он больше года находится под следствием и под подпиской о невыезде. Писали десятки депутатских запросов. Обращались в Министерство иностранных дел. Я лично встречался несколько раз чрезвычайным и полномочным послом Украины в Иране. Мы обсуждали вопрос, связанный с освобождением Андрея Новичкова. Я встречался с генеральным прокурором Украины и обсуждал эту проблему, которая существует вот сейчас в отношении Андрея. Я хочу обратиться к президенту нашей страны с тем, чтобы он включился в этот процесс, потому что другого варианта нет. Мы все правовые рычаги испробовали. Мы все сделали. Только сегодня вопрос стоит за гарантом Конституции. По-своему обратили внимание общественности на судьбу Андрея Новичкова студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской юрокадемии. На восьмой станции Фонтана они организовали благотворительную акцию «Киновечер в поддержку земляка». Все собранные с киносеанса деньги они направили на помощь Андрею и его бабушке. После вмешательства президента университета Сергея Васильевича Кивалова Новичков Андрей уже отпущен из иранского СИЗО под поручительство консула. Для этого Сергей Васильевич встречался с иранским консулом в нашем государстве. И вы знаете, сейчас зарегистрирована петиция на сайте президента нашего государства. Эту петицию активно поддерживают студенты университета, голосуют. Эта ситуация вокруг Андрея Новичкова не может оставить равнодушным, наверное, никого. Потому что это человек, который живет в моем родном городе, он занимается профессией, которая всем нам близка. Ну и знает все жизненные обстоятельства, которые у него сложились. Честно говоря, очень трудно оставаться в стороне. Мы с моими друзьями знаем, что подписана, составлена петиция на сайте президента Украины о том, что нужно человеку помочь. Мы все подписались. Затем в поддержку Андрея Новичкова на сессии Одесского горсовета выступила депутатская фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова. В сессионном зале присутствовала и бабушка моряка, которая, несмотря на преклонный возраст, продолжала делать все возможное, чтобы спасти внука. Было направлено очередное обращение представителю Министерства иностранных дел Украины в Одессе с просьбой оказать содействие в освобождении Одессита, которому на чужбине грозит смертная казнь. Спустя несколько дней в Горсовете прошло заседание, в котором приняли участие руководители депутатских фракций Горсовета и единогласно поддержали решение проинформировать всех госчиновников и коммунальные службы о подписании петиции президенту. После этого Елена Николаевна снова была на приеме у Сергея Кивалова, где ей сообщили о выделении финансовой помощи для оплаты адвоката. Кроме того, обсуждались дальнейшие действия. И уже в конце октября народный депутат встретился с президентом Украины, который пообещал поспособствовать возвращению домой нашего соотечественника. А одесситы продолжали проводить различные акции, чтобы ускорить обмен украинца на иранского подданного, задержанного в Украине. В Парке Победы курсанты морского училища номер 3, студенты Одесской юрокадемии, Международного гуманитарного университета, а также активисты молодежной платформы «Будущее» выстроились в якорь в районе стеллы «Крылья Победы». После моего посещения последнего на позапрошлой неделе с Сергеем Васильевичем он поехал в Киев, записался на личный прием к президенту Петру Алексеевичу Порошенко. Он мне позвонил, что была длительная беседа между ним и президентом. Президент сказал, что он полностью в курсе дела данной ситуации, что ему комиссия подаст документы в самый кратчайший срок на подписание. Он подпишет и что согласно процедуре Андрей должен будет возвращен в Украину в первой половине ноября. Мы вышли на акцию протеста, чтобы Андрея отпустили, потому что его вина не доказана. И мы все дружная семья моряков, чтобы каждый один за всех и все за одного должны стоять. И чтобы он понимал, что все вокруг собрались, чтобы помочь ему как-то, хоть морально. Что они увидели, что ему уделили какое-то внимание. Что Одесса ценит своих моряков. Одесса любит свой народ. Вот такие мероприятия, они важны не только для мореходства или освобождения, они важны для объединения Украины. Удар это очень серьезный, и это самое малое, что мы можем сделать в честь солидарности с моряком. Результатом многочисленных усилий стало то, что Петр Порошенко подписал указ о помиловании иранца о лидже дуэля. Теперь стал возможен равноценный обмен украинца на гражданина Ирана. Эту радостную новость Сергей Кивалов лично сообщил Елене Вероновской в преддверии новогодних рождественских праздников 31 декабря. Вы с такой болью это все рассказали, я прочувствовал. Вы знаете, для меня это был вопрос номер один. Я ложился с этой мысли, поднимался с этой мысли, как помочь. Ради этого я вступил даже в группу дружбы парламента Ирана и парламента Украины. Я тогда имел возможность уже больше влиять. Я встречался с парламентариями Ирана. То, что вот сейчас произошло, что все-таки президент подписал с вашей Божьей помощью, подписал этот указ об помиловании этого иранца и что будут менять на Андрея, я счастлива, безумна, за что я вам очень-очень благодарна. За всю вашу действительно отеческую помощь, что вы прониклись с судьбой моего внука и приняли. Никто так не принимал такого участия. Я этого указа ждала, как бы продолжение своей жизни. Вот потому что я не мыслила, что я не имею права умереть. Он у меня один, и я у него одна. Он приехать должен в свою квартиру, и я его должна встретить. 10 декабря украинский моряк Андрей Новичков, освобожденный из иранской тюрьмы, вернулся в Украину. Самолет с ним на борту прибыл в аэропорт Борисфоль в 8 утра. Новичков отметил, что чувствует себя хорошо и физически, и психологически. На брифинге одесский моряк поблагодарил всех, кто приближал день его освобождения. Тоже спасибо Кивалову. Ну и, естественно, что гражданам Украины, которые в стране, в аут страны. Вот. Друзьям, родственникам, бабушке моей. Она у нас никогда не сдается. Молодец. Вот. И спасибо тем, кто помогал, и спасибо тем, кто не мешал. Сразу после брифинга Андрей отправился в Одессу, где его встречал единственный родной человек, бабушка Елена Вероновская. Она также вспомнила всех, кто помогал ей в спасении внука. Когда Сергей Васильевич приехал и знакомился с бумагами, он попросил, чтобы я приехала на следующий же день. У нас была длительная беседа, и он сказал, я как депутат обещаю вам, что я приложу все усилия, и мы будем встречать вашего внука в Одессе. А это все случилось, и на сегодняшний день он вот стоит на пороге своего дома. Кроме того, Андрей Новичков в очередной раз подчеркнул, что во время работы на судне профессиональное качество команды ставил превыше всего. Палуба и место для выяснения личных отношений. Как у вас были отношения с этим парнем? То есть вообще какие-то были? Какие отношения? Он все работает и все. Ну, не совсем работает, он ленирует. Рабочие, подчиненные, какие могут быть. Личные отношения я на работе ни с кем не строю, у меня разграничения с ними. Я отдельно, а не отдельно. Все ясно, четко и понятно. Несмотря на колоссальное внимание к судьбе моряка со стороны СМИ и многих политиков, ситуация не повод для политической рекламы, считает бабушка. Те, кто действительно помогал решить проблему, вели кропотливую работу долгое время. На сегодняшний день есть много нерадивых политиков и средств массовых информаций, которые перед выборами хотят себе присвоить баллы за то, что они не делали. Много каналов и много политиков, которые освещают этот вопрос, не сделали ничего. Но на сегодняшний день самую громадную работу, которую юридически сделал, это Сергей Васильевич Кивалов со своим аппаратом, со своими помощниками. И благодаря ему Андрей сегодня возвращен. Когда я была у него на первом приеме, он сказал, Елена Николаевна, я обещаю, что правда восторжествует, и мы Андрея возвратим. Я не верила, что это произойдет, но зная цель и юридическую сторону дела, Сергей Васильевич шел неотъемлемо вперед, за что я ему очень благодарна. И я, и Андрей, понимая, сколько сделано с Сергеем Васильевичем, благодарю, еще раз благодарю за то, что мой внук, я счастлива, что мой внук теперь дома. Бабушка моряка обила пороги десятков инстанций, дошла и до Министерства иностранных дел, но в основном ее проблемой там не занимались. Я пишу, допустим, на двух листах, они мне отвечают на четверть листа. Я даже Министерство иностранных дел один раз сняла ксерокопию их ответа, и опять мои вопросы, которые я задавала, я им послала вторично. И спрашиваю, я недовольна ответом, не удовлетворена, может быть, не полностью прочитали мои запросы, почему я запрашиваю Министерство иностранных дел. Вы мне пишите отписку, меня это не устраивает. И они потом немножко стали лучше отвечать мне. Но те запросы, которые давал Сергей Васильевич, и у меня есть ксерокопии этих, они уже отвечают на основании законов, статей. Они понимают, что они перед Сергеем Васильевичем не могут опровергнуть его доказательства. И благодаря его постоянной работе для того, чтобы освободить Андрея, правда восторжествовала. Случай с Андреем Новичковым не единичный. Сегодня помощи и решительных действий от родного государства ожидают тысячи других украинских моряков, которые были вынуждены уйти в рейс под иностранными флагами и попали в беду. Сергей Кивалов – один из тех, кто последовательно оказывает помощь украинским морякам, которые попадают в экстремальные ситуации, находясь за рубежом. Нардеп создал рабочую группу по оказанию правовой помощи и защите прав моряков при юридической клинике. Также сделан еще один шаг к решению данной проблемы. Кабмин поддержал инициативу Сергея Кивалова и утвердил новую редакцию «Морской доктрины Украины». Следующим этапом должна стать ратификация Международной конвенции о труде в морском судоходстве, прозванной Биллем о правах моряков.